Деятельность Общероссийского народного фронта заключается в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, а также условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. На конференции предусмотрена работа сразу нескольких тематических площадок, например, по вопросам здравоохранения, демографии, культуры и образования. Собрали все ваши предложения, которые поступило около 200 всего, и если вы не возражаете, продолжаем нашу работу. Всего же в программе заявлено 12 направлений. Помимо вышесказанного сюда входит наука, экология, цифровая экономика, жилье, городская среда и другое. УНФ проводит ежегодный медиафорум «Правда и справедливость», оказывает правовую поддержку журналистам, реализует патриотические проекты и всероссийские акции. Вот сегодня у нас такое большое собрание, это ежегодное, но работа, естественно, происходит не раз в год. Это ежедневная работа. Каждый наш отраслевик, министр экологии, министр здравоохранения, министр образования, все знают своих коллег в УНФ. И это сотрудничество ежедневное. Коллеги могут приехать в правительство, мы сюда часто приезжаем, выезжаем вместе на объект. То есть это такой ежедневный рабочий диалог и УНФ, и губернатор правительства Московской области. У нас задача только одна, которую нам поставил президент, чтобы жизнь каждого человека становилась каждый день лучше. Для оптимизации работы разработана новая технологическая платформа для оперативного сбора информации, мобильное приложение «Народный контроль». Также любой житель нашей страны может сообщить о нарушении своих прав, обратившись в Народный фронт через специальную красную кнопку на сайте движения. Сигнал на фронт создан, чтобы оперативно помочь неравнодушным гражданам в решении острых проблем. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».